Здравствуйте! Дорогие друзья, уважаемые телезрители, вас приветствует Баланс ТВ. С вами Королева Элина и это передача «Жизнь под соусом». Кулинарная передача о том, как превратить обычную трапезу в источник сил, энергии и отличного настроения. Речь в нашей сегодняшней программе пойдет о тыкве. Вряд ли найдется еще такой продукт, который вызывал бы столько положительных эмоций и сочетал бы в себе столько замечательных качеств. Плоды тыквы, как и плоды арбуза, ботаники называют ягодами. Арбуз и тыквы вместе относятся к семейству тыквенных и хорошо известны тем, что способны образовывать самые огромные ягоды в мире. Вот такая вот чудесная ягодка представлена сегодня в нашей студии. Давайте же разберемся, как выбрать в супермаркете хорошую тыкву. Тыква должна быть тяжеловатой для своего размера. Она должна иметь плотную и толстую корку и, естественно, не должна иметь на себе никаких повреждений. Перед покупкой осмотрите ее внимательно. На ней не должно быть черных пятен, поврежденной мякоти или, конечно же, гнили. Вообще, тыква благодаря своей толстой кожуре, по сути, является натуральными овощными консервами. Дорогие хозяюшки, вы можете смело с осени запасаться ровненькими, маленькими, хорошенькими тыквечками и использовать их всю зиму вплоть до самой весны. Я думаю, всем хозяйкам хорошо знакомы заоблачные цены на этот продукт зимой. Тем более, чем дольше лежит тыква, тем больше в ней микроэлементов и витаминов. Но, пожалуйста, не забывайте соблюдать правильные правила хранения тыква. По сути, она может у вас храниться и в погребе, и на балконе, и даже под кроватью. Главное, чтобы это место было темное, сухое и прохладное. А если температура окружающей среды будет ниже плюс 5 градусов, позаботьтесь о тыквочке и укутайте ее тканью. Эта солнечная и чудесная ягода очень хорошо нам знакома. И как подарок нерадивым женихам, и как золушкина карета, и как атрибут Хэллоуина. Но мало кто знает, что это к тому же очень полезный и лечебный продукт. Причем, лечебные свойства тыквы находятся во всех ее частях. В мякоти, в семечках и даже в тыквенном соке. Ну что ж, поговорим немножечко о мякоти тыквы. В мякоти тыквы содержится огромное количество железа. Вообще, тыква просто рекордсмен по содержанию железа среди других овощей. Ее употребление можно сравнить с профилактикой железистой анемии, как у взрослых, так и у детей. А витамин D, входящий в состав тыквы, помогает железу максимально усвоиться. В состав тыквы входит огромное количество клетчатки, которая является своеобразной метлой для нашего кишечника и убирает оттуда все ненужное. Шлаки, токсины и даже излишки холестерина. Я думаю, всем известна прямая взаимосвязь между здоровьем желудочно-кишечного тракта и крепостью иммунной системы. Ярко-оранжевый цвет мякоти тыквы свидетельствует о наличии в ней огромного количества бета-каротина. На самом деле тыква это просто кладезь витамина А. С ней соревноваться может только морковка. Любой офтальмолог вам скажет, что витамин А очень полезен для глаз. Поэтому тыквенная диета рекомендуется для тех, кто очень много времени проводит за компьютером. А также витамин А способствует профилактике онкологических заболеваний. Ну что ж, перейдем к тыквенным семечкам. В тыквенных семечках просто изобилие цинка. А цинк, как известно, улучшает состояние кожи. Особенно в подростковом периоде, когда проблемы с кожей возникают именно из-за снижения в ней микроэлемента цинка. Ну, я думаю, также всем хорошо известно способность семечек тыквы эффективно избавлять от паразитов. Существует статистика, что 50% людей имеют, так завуалированно сказать, непрошенных гостей. Поэтому профилактика никому не помешает. Просто в течение трех дней применяйте на завтрак, натощак по 100 грамм тыквенных семечек и запивайте их водой. Хочется сказать пару слов о тыквенном соке. Он содержит в себе очень редкий витамин Т, который способствует образованию тромбоцитов, клеточек крови, способных остановить кровотечение. Вообще тыква очень мягкая ягода и не имеет противопоказаний к применению, кроме индивидуальной непереносимости. К тому же тыква очень низкокалорийный продукт. Она содержит в себе всего 30 килокалорий на 100 грамм продукта. Я думаю, эта информация вполне порадует лиц прекрасного пола. Ну, а для кулинаров тыква просто находка. Только и успевай фантазировать. Тыкву можно употреблять в сыром виде. Ее можно подать к столу, просто предварительно отварив. Тыкву можно жарить, можно запекать, можно мариновать. Тыкву можно нафаршировать. Из нее можно готовить прекрасные цукатики, повидло, варенье. Ее можно использовать как начинку для пирогов. Также прекрасны тыквенные супы, запеканочки, каши, оладушки. Ну и в завершение можно сделать вкусный тыквенный компот. Ну и на прощание, дорогие зрители, чтобы еще ближе познакомить вас с тыквочкой, хочу рассказать вам несколько интересных фактов о ней. Тыкву можно выращивать абсолютно везде, кроме Антарктиды. Интересно узнать, что тыква на 90% состоит из воды. А листья и цветки тыквы съедобны, и их можно употреблять в пищу, например, добавляя в салаты. Также все мы с вами привыкли к оранжевым и желтым тыквам. Они еще бывают белые, синие и даже зеленые. И обратите внимание на то, что сок тыквы и отвар из тыквы в сочетании с медом очень полезен для гиперактивных деток. Он успокаивает нервную систему, он способствует хорошему сну, он улучшает память, внимание и даже помогает при стрессе и при депрессиях. Ну что ж, уважаемые хозяюшки, готовьте тыкву на первое, готовьте тыкву на второе, балуйте ваших детишек тыквенными десертиками. Ведь как удобно маме и хозяйке готовить пищу одновременно из вкусного и полезного продукта. И на прощание я хочу напомнить вам, что секретом успеха любого блюда является ваше хорошее настроение. И то чувство любви, с которым вы готовите для ваших родных и близких. Смотрите наши передачи на сайте балансдефизтв.ру, а также на наших страничках в социальных сетях. Всего вам самого доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поискахбессмертия.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова